Хантамансийцы вместе со всей страной отметили очередную годовщину победы. На Центральную улицу в этом году вышло более 500 представителей силовых структур, молодежных организаций и ветеранов боевых действий. Всего 15 встроенных коробок маршем прошли мимо главной трибуны. К традиционным участникам на этот раз присоединился новый отряд юнормейцев. Репортаж с места событий смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Обращаясь к жителям столицы Югры, ветеранам, губернатор региона Наталья Комарова отметила, что наши герои-земляки внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Отметила необычайную стойкость, честь и отвагу воинов-сибиряков. В первый день войны ханты-мансийский окружной военкоманд получил 200 заявлений с просьбой отправить на фронт. В первый месяц уже 2000. Наши предки доказали любовь к родине, защищая ее свободу. Их подвиги на фронте, в тылу, в застенках фашистских лагерей – пример для нас, современников. Лирическое настроение Натальи Владимировны поддержала глава окружного центра Максим Ряшин. В своем выступлении он процитировал строчку из песни. В одной известной песне есть слова. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы. Я уверен, подвигов советского народа в годы Великой Отечественной войны хватит на многие-многие поколения. Мы помним и гордимся ими. Мы будем беречь Россию, как это делали солдаты Победы. Мы сохраним традиции патриотизма и преданного служения Отечеству. Мы будем воспитывать наших детей на примере беззаветной любви к родине. Сразу после обращения первых лиц города Югры был дан старт торжественному параду. Плечом к плечу искусно-чеканя шаг по улице Мира прошли 15 парадных коробок в составе сотрудников пограничной службы органов МВД России, регионального управления МЧС, муниципальных предприятий, бойцов Росгвардии, ветеранов и войск специального назначения, а также учащихся кадетских классов и юнормейцев. Следом за ними, по уже сложившейся традиции, на главную улицу города выехала военная техника. Оригинальная, времен Великой Отечественной войны и восстановленная. Изюминкой парада машин стал всем хорошо знакомый БТР-80. 50 автомобилей этого типа находятся на вооружении российской армии в настоящее время и принимают участие в сражениях всех горячих точек без исключения. Автоколонна раритетных автомобилей «Победа» посетила города Югры и Уральского федерального оборудования. Проехали мимо трибуны легендарные легковые автомобили «ГАЗ-20», которые вполне заслуженно считаются символом победы. Великой Отечественной войне отечественные автомашины «ГАЗ-20» «Победа». Больше других привлекал внимание автомобиль с 51-м регионом на номере. Его водитель Андрей приехал к нам из Мурманской области. Уже несколько лет он принимает участие в медиаэкспедиции и каждый раз открывает для себя что-то новое. Я, например, встретил в Балхаше, то есть это порядка 8 тысяч километров от Полярного, ветерана, который 22 июня встретил в Полярную. Но это не то, что вот с его слов, а его дочь все документы предоставила. То есть повестку из военкомата, письма с фронтом, вот это вообще кошмар. Свою личную победу Андрей приобрел 10 лет назад. Два года, говорит, ушло на восстановление и после этого настал ее звездный час. Ездит, правда, автомобиль редко, но зато далеко признается владелец. Вот сейчас 12,5 тысяч уже у меня пройдено, и еще 4,5 надо до дома добираться каким-то образом. Замыкало парадное шествие колонна бессмертного полка. 13 тысяч ханты-мансийцев вышли на улицы, чтобы рассказать о героях своей семьи. Ольга и Светлана Гришины принесли портрет отца, деда, прадеда. Контур-разведчика Великой Отечественной войны Василия Барабаш. Во время сражений он работал на дороге жизни, ведущей к блокадному Ленинграду. Ой, это просто много всего, значит. Это до слез. Это комплекс чувств. Комплекс чувств. Не передать. Благодарность всем, кто обеспечил эту победу, жизнь детям, внукам. Бабушка у нас ребенок войны, она родилась в 40-м году, поэтому это великое дело для внуков, прамнуков, память о погибших. И пускай участники бессмертного полка шли не в ногу, зато их объединяла одна идея. Общая цель и задача передать подрастающему поколению самое ценное – память. А это значит, что даже несмотря на то, что ветеранов с каждым годом становится меньше, память о них будет жить в наших сердцах всегда. Марина Томова, Виктор Зеленский, телевидение Хантамансийска. Тысячи красных гвоздик, как символ крови, пролитой ради победы, принесли хантамансийцы к вечному огню. Возложение началось рано утром. Почтить память тех, кто не вернулся с фронта, пришли пенсионеры, школьники и неравнодушные горожане. Сегодня все цивилизованное человечество празднует 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Девятый мая – это для меня очень ответственный праздник. И я очень горжусь тем, что стою в почетном карауле. Ведь это память о тех, кто воевали, и те, кто подарили нам счастливое будущее. Я хочу, чтобы было мирное небо. Надежда, чтобы наши дети не испытали то, что мы испытали во время войны. Это вообще было страшное вспоминание. Перловка, гречка, боевые 100 грамм и горячий чай. Фронтовой привал с душевными песнями и танцами по традиции собрал сотни хантамансийцев. Полевая кухня расположилась сразу на нескольких площадках города. Угоститься солдатским пайком могли все желающие. Пришлась ли советская каша по вкусу гостям привала и о чем? В победный день вспоминали ветераны и дети войны, расскажет наш корреспондент Валерия Константинова. Солдатский привал – это песни, танцы, ну и, конечно же, ароматная вкусная солдатская каша. Сейчас мы ее попробуем. Можно кашу? Конечно. Спасибо. Много ли каши сегодня наварили? 150 килограмм каши. Греть? Сколько примерно хватит накормить? Ну, 300 человек и более накормим. Ну, как народ? Довольно? Народ доволен, очень вкусно, все хвалят. Сами попробовали? Да, конечно, очень вкусно. Пожалуйста, тоже пробуйте. Спасибо. Любишь кашу, пойдем к вам поближе? Пожалуйста. И давайте с вами всеми любимую песню. Знаешь, какой праздник сегодня? Какой? День Победы. Правильно, с праздником тебя. Мы сейчас на нем с Катюшем. И ваш. Простите, пожалуйста, вкусная каша? Вкусная каша? Да. А ты кашу любишь? Да. Как настроение? Хорошее. Почетными гостями на фронтовом привале стали ветераны, конечно же. Расскажите, пожалуйста, как война вас, вашу судьбу затронула? Костин моя фамилия Николай Михайлович. Всю жизнь прослужил в органах внутренних дел. Я родился в 1937 году. Отца забрали в 1941 году. У нас осталось 4 человека у мамы. Отец в 1941 году как забрали, так он 26 февраля 1942 года погиб под Старой Руссой. Можно рассказать, да, как вашу семью коснулась война? Ну, я был в то время ребенком еще. Вот, даже не помню. Ну, отец у меня ушел на фронт добровольцем. Ну, без вести пропал через два года. Ну, видим, где-то снарядом зарыло и все. А сам я в органах проработал более 35 лет. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я из всех детей осталась одна. У нас было пятеро. Брат был на войне. Сестра работала в... Ну... Труженик тыла, да. И младшие братья, сестры. Ну, уже никого нет. Я одна. Я за всех их молюсь. Я всех помню. И никогда не забуду во всю жизнь мою. А сколько вам лет было? Ну, я с 39-го года. Сколько мне было во время... Сколько было? Да. Шесть, наверное, лет шесть было. Я, конечно, это все запомнила. Отцовские письма у нас хранились. Писанные карандашом. Они все... Уже одна труха. Письма были. У отца был такой красивый почерк. И он передался мне. Помните, вреда, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Я желаю, чтобы молодое поколение вот это оглядывалось немножечко. И не хваталось, да, мы этим... Доллар подорожал, евро подешевел. Это не самое главное, самый главный мир. А то, что денег нет, наплевать на них. Можно наплевать на кровать, на полу можно спать. Поэтому это все ерунда. Берегите мир, берегите мир, здоровье и мир. Встретили победный май вместе со всеми Валерия Константинова и Дмитрий Надеян. Специально для телевидения Ханты-Мансийска. Мемориально-памятные инсталляции, выставка военной техники и оружия и даже настоящее сражение советских солдат с фашистами. Такую картину лицезрели Ханты-Мансийцы в День Победы. Масштабная развлекательная программа для горожан прошла традиционно на центральной площади города. О том, что еще интересного можно было увидеть у Дома правительства в главный праздник страны 9 мая, расскажет Мария Кряжева. Ирина Шнайдер по традиции на праздник пришла с тремя детьми и мужем. Для них этот день особенно важен, ведь их деды внесли значительный вклад в победу и по возвращению домой достоили серьезных наград. Воевал мой дедушка, он воевал в Крыму, в Керчи, воевал дедушка мужа, он воевал, так, воевал он, по-моему, где-то в районе Полтавы, если мне память не изменяет. Вот два дедушки у нас участвовали в боевых действиях, были ранены, медали имеют, ордена. Вернулись вы? Да, вернулись, оба вернулись. Центр Югорской столицы в этом году стал настоящей выставкой инсталляций. Семь уменьшенных копий знаменитых скульптурных сооружений, среди которых «Родина-мать», «Воин-освободитель» и «Дневник Тани Савичевой» стали для горожан приятным сюрпризом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не обошли стороной и традиционную акцию «Рекорд победы». В этот раз продемонстрировать силу и мастерство в отжимании решились более 500 хантамансийцев. В том числе совсем юные горожане, мужчины, женщины и даже пенсионеры. Самым старшим оказался Сергей Федорович Катанин. В акции он принимает участие уже четвертый год подряд для того, чтобы на собственном примере показать, что подвиг, который совершили ветераны, не забыт. Я постоянно занимаюсь спортом, физической культурой занимаюсь. Как и любой праздник, День Победы традиционно сопровождался военными песнями. Чайки плачут за бортом, а волы пляшут под винтом. Моряк всегда на море лих, и даже гордый ветер зих. Чайки пляшут за бортом, синий платочек, темная ночь. Эти и другие произведения о 40-х годах исполняли творческие коллективы города. А в двух шагах от сцены горожане могли посмотреть на масштабную выставку машины оружия Второй мировой. Противотанковые заграждения ежи, масса военной техники и автомобили Победа. Здесь каждый может познакомиться с машинами, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. А какая еще была техника, и знают ли ханты-мальтийцы важные даты Второй мировой? Давайте узнаем. Маршал Советского Союза. Чем знаменит? Полководец великий. Очень сильный, очень грамотный был. Пожалуй, за счет его выиграли войну. Знаменитый танк Великой Отечественной войны. За 34. Вы сообщите, когда началась Вторая мировая война? Вторая? 1 сентября 1939. Сколько дней получалось выхода Ленинграда? 940. Курская дуга, да. Много сражений было. И больших, и малых. И много народу легло. Дай Бог, чтобы это не повторилось никогда. Кроме выставок техники и мемориально-памятных инсталляций, на Центральной площади 9 мая можно было наблюдать реконструкцию боя советских солдат с фашистами. С винтовками, автоматами и пулеметами наперевес наши защищали советский пулевой аэродром и, конечно же, одержали победу. Огонь, боец, почему не стреляешь? Под трибунал отдам, а мы стреляем. Мария Кряжева, Станислав Богомазов, телевидение Ханты-Мансиско.